И добрый вечер, дорогие телезрители национального телевидения. Хотел было по привычке сказать, что сегодня понедельник 19.45, но хотелось бы остановиться все-таки на дате. Сегодня 19 декабря и ровно 25 лет назад, 20 числа декабря, какой это день недели был, расскажут наши сегодняшние участники, состоялись первые выборы руководителя региона. Тогда он назывался президент республики Сахая-Якутия. С течением времени, с историческими различными обстоятельствами мы сегодня имеем высшее должностное лицо. 25 лет Институту высшего должностного лица Якутии. Мы начинаем. И хорошо, что у нас, предваряя эфир, такие неформальные разговоры. Давайте мы настроимся на такой неформальный разговор. У нас сегодня представитель политиков как зрелого. Звена такие молодые, ну я бы не сказал начинающие, они уже состоявшиеся политики, которым самое время, и что в мужском таком коллективе, обсудить данные. Все-таки я к свидетелю тех времен, вот с Александром Николаевичем хотел было начать, вы говорите, это было пятница. Да. Ну, во-первых, я хочу отметить, что первые выборы президента республики Сахая-Якутия, это действительно были очень знаковые дни в части подготовки к этим ответственным выборам. Поскольку Верховный Совет 12-го созыва, в том числе вот Вячеслав Петрович Алексеев, это было 165 депутатов, которые представляли различные округа, приняли закон о выборах президента Якутской Саха СССР. И 20 декабря прошли эти выборы. Я хочу отметить, что была очень высокая явка, 75 процентов. Это на зависть сегодня, это, наверное, абсолютно нереально, чтобы вышли 75 процентов избирателей. Ну и по итогам голосования Михаил Ефимович Николаев набрал порядка 77 процентов. Его соперник Иван Данилович Черов набрал чуть более 7 процентов. Я думаю, что такому результату способствовало то, что Михаил Ефимович очень активно и успешно возглавлял Верховный Совет 12-го созыва. Как вы знаете, Верховный Совет 12-го созыва был сформирован в апреле 1990 года впервые на альтернативной основе. Сформирован тогда это все-таки не то слово, да, Александр Николаевич? Сформирован. Это в результате выборов. Избран? Нет. В результате выборов сформирован состав. Это допустимое юридическое понятие. В результате выборов сформировано, что Михаил Ефимович Николаев, Вячеслав Анатольевич Туров, Игорь Афанач Борисов. Отличный повод, чтобы достойно встретить. Очень знаковая, на самом деле, дату. И утром мы с Ольгой Валерьевной Балабкиной встречались в радиоэфире, который также транслировался на телевидении. И все-таки мы все помним, ну, по крайней мере, мы все помним, да, время было такое, непростое. Время было достаточно тревожное, вот только-только ушел с политической сцены, вернее, уходил, только уходил КПСС. Основная, наверное, вот Ольга Валерьевна отметила, что руководящая роль КПС была, как бы, именно становлением таких, такого института, руководителей регионов, президентов, тогда-то Башкортостана, Татарстана. Ну, не секрет, что раньше были первые секретари обкомов, которые, ну, сочетали во многом полномочия и функции, они совпадали, да. Так вот, я тот вопрос хотел задать утром еще, ну, сейчас задаю. А чем первый секретарь тогдашнего обкома, который сидел до избрания руководителя региона, по своим полномочиям, функциям отличался от президента? Ну, в то время первым секретарем Якутского областного комитета партии был Прокопьев Юрий Николаевич. Как вы знаете, тогда направляющая, руководящая сила КПСС, она была общеизвестна. Но после проведения вот первых альтернативных выборов, все-таки постепенно тяжесть или бремя власти ложилась на советы. А Верховный Совет Республики, это был как бы орган, который был встроен в систему. У нас был Верховный Совет СССР, потом был Верховный Совет РСФСР, Верховный Совет ЕССР, районные городские советы. И там существовала некая вертикаль. Сегодня этой вертикали по линии парламентов нет, а в то время он существовал. И во-вторых, я хочу отметить, что Михаил Ефимович Николаев, во-первых, те знаковые решения, которые принимались Верховным Советом 12-го созыва, как декларация о государственном суверенитете, принятая 27 сентября 1990 года, которая в общей массе пошла на поддержку декларации о государственном суверенитете РСФСР, поскольку мы еще раз показали свою приверженность быть вместе с Россией. А в хозяйственном плане, экономическом, можно сказать, чем... Да, давайте. Значит, говоря, в чем различие, да? Ну, Александр Николаевич сказал, действительно были первые альтернативные выборы. Ну, и вы еще помните о том, что из Конституции страны убрали шестую статью. До этого партия была руководящая, направляющая, да? Вот это все убрали, практически партия занималась своими делами. Верховный Совет действительно стал полноправным органом народа, власти. И в этом плане вот практически все решения принимались Верховным Советом. Это был действительно высший орган государственной власти нашей республики. И не случайно, вот об этом тоже говорили, вот в 90-м году после избрания, да, Практически это был очень серьезный документ, согласно которого практически республика объявила себя, ну, государством. Ну, до этого уже наша автономия была. И практически для того, чтобы поднять статус, вот приняли мы суверенитет. И после этого вот действительно пошли очень серьезные работы по повышению статуса республики. И в этом плане, уже без шестой статьи в Конституции, вот именно Верховный Совет стал полностью на уровне страны отстаивать интересы всех жителей нашей республики. И это говорит о многом. И 91-й год ГКЧП, да? И тут тоже, вот помните, очень серьезные были моменты. И после этого вот был принят закон, и мы вот 25 лет тому назад избрали первого президента. Я думаю, что, ну, то, что стал им Михаил Ефимович, тогда стало, было очевидно, потому что он был действительно лидером народа. Потому что он выражал интересы практически всех жителей нашей республики. И я как депутат Верховного Совета 12-го Сузова могу это подтвердить. И когда он был председателем Верховного Совета, вот как мы проводили наше заседание Верховного Совета, это 165 человек. Там были и первый секретарь райкомов партии, и первый секретарь областного комитета партии, и, значит, все другие руководители. И очень много было избрано, ну, по тем временам, будем говорить, демократов, да? Это, значит, те люди, которые были в оппозиции. Они также пришли. Вот даже Александр Юрий Николаевич Прокопьев сидел рядом с Сековым. Сековым, ну, кое-кто, наверное, помнит, да? Это один из неформальных лидеров того времени. И вот постоянно заседали, между собой спорили. И много было таких из Мирного, из других, из Якутска. Ну, в принципе, состав был очень раздорожный. Ну, антураж, конечно, политическое... Можно, да? Да. Вообще, надо сказать, суть вопроса посмотреть надо. Мы же завтра отмечаем... Включил юристов, да? ...25 лет высшего должностного лица. И вот мои старшие коллеги рассказали про историю. Страна когда-то стала на перепути. Не только наша республика, но и Россия. А Советский Союз в декабрю 91-го года, он распался, как вы помните, да? И флаг был спущен у нас с Кремлевского дворца. По какому пути пойдет наша страна, наша Россия и наша республика? По парламентской модели, либо же по институту президентской? У нас республика, это однозначно. Вот только что и Вячеслав Петрович сказал, и Александр Николаевич сказали. Вся власть, высшая государственная власть, тогда принадлежала Верховному Совету Якутской Сахарской СССР. Парламенту, то есть. Ну, парламенту. Но вот почему-то ведь возникла необходимость, именно чтобы у нас появился институт президентства. А это высшее должностное лицо. То есть, после власть, Верховный Совет, Якутская Сахарская СССР делится своей властью с высшим должностным лицом. То время получается. Почему Верховный Совет тогда согласился на это? А впоследствии, почему у нас в Российской Федерации произошло таким образом? Но это вы понимаете, уже там другой путь был. В 93-м году у нас было жесткое противостояние Верховного Совета и исполнительной власти. Вплоть до расстрела Белого дома произошло. И мы референдумом приняли Конституцию Российской Федерации 12 декабря, когда мы отмечали. И тогда народ проголосовал именно за президентскую модель нашей Республики, Российской Федерации. А вот в 91-м году у нас в Якутской СССР, тогда сейчас в Республике Саха-Якутия, Верховный Совет существовал. Вся полнота власти принадлежала ему. Шестая статья Конституции СССР была отменена. Партия уже играла не ту роль. Компартия фактически тогда уже распалась. Но у нас все-таки необходимость института президента появилась. То есть высшего должностного лица. Лидера лица, лидера республики в одном лице. Вот почему я бы хотел спросить у Александра Николаевича Ким Кюмена, тогда участника тех событий. На ваш взгляд, как это было? Почему институт президента? Ну, вообще, Михаил Ефимович как лидер, я хотел бы отметить... Прошу прощения, перебью. Он же был председателем Верховного Совета. Разве это ему недостаточно было? Я думаю, что принятие такого закона, это не была новацией республики. До нас еще были избраны президенты других республик. А то, что Михаил Ефимович преобладающим большинством голосов был избран, и я хотел бы отметить его выдающуюся роль в становлении нашей республики. Во-первых, это мы видим в том, что республика Саха-Якутия была инициатором заключения федеративного договора от 31 марта 1992 года. Также мы единственный субъект Российской Федерации, который именно в этот день подписал соглашение по экономическим вопросам, поскольку это создавало экономическую базу, основу для развития республики. И в-третьих, я хочу отметить, что благодаря усилиям Михаила Ефимовича во взаимодействии с Верховным Советом, который возглавлял Климент Игоревич Иванов, мы приняли Конституцию Республики Саха-Якутия. Алексей тогда был студентом и был в числе тех людей, которые требовали скорейшего принятия Конституции. И я, как руководитель администрации президента, выходил к этим студентам, объяснял ситуацию. Давайте мы сразу после рекламного пауза, Александр Николаевич, вернемся к нашему очень интересному разговору. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем не пропустить главное. И мы остановились на том, что 91-й год избрания в крупных регионах Российской Федерации высших должностных лиц твердо обозначил ту позицию, по которому сейчас уже развивается страна. 93-й год послужил индикатором того, что парламентская модель, она в том виде, в котором тогда предлагалось, он все-таки не был приемлем для власти. То есть, как вы уже упомянули, вот это противостояние. Но история не терпит. Вы историк же не терпит сослагательного наклонения. Но что если? Ну, если мы не будем говорить, ну, просто-напросто я хотел бы ответить на собственный вопрос таким образом, что 91-й год, вы представьте это время, да, великая страна, Советский Союз распадается, полки пустые, людей практически нечем кормить, кризис во всех отраслях экономики получается, кризис власти получается, кризис идеологии получается, который существовал тогда в стране. И в это время, как сказал Александр Николаевич, 90-е годы выходят на первый план Советы, которые были выбраны на альтернативной основе. Советы, конечно, они сыграли свою положительную роль. Но в то же время народ нуждался в лидере. Вот почему у нас появился Институт президентства и высшего должностного лица. Вообще традиции, менталитет российского народа, евразийских народов у нас всегда со времен, вот еще молодой человек мне подсказывает, со времен Чингисхана сложился таким образом, что должен быть единоличный лидер, который взял бы ответственность на себя. И вот тогда, в 91-м году, именно получилось таким образом, что весь народ республики Саха-Якутия созрел для того, чтобы у нас был единоличный лидер. И появился Институт президента, который взял бы ответственность на себя за существование тогда республики, о развитии республики, чтобы республика состоялась как таковая, чтобы она решала те задачи. Потому что парламент в то время, это... Есть такое выражение, коллективная ответственность и безответственность. Вячеслав Петрович, наверное, обидно слышать такое. В то время было очень много альтернативных мнений, звучало, к консенсусу не подходили, к единому решению, чтобы подойти было, а бывало очень сложно. И поэтому должен был быть один человек, который взял бы ответственность на себя. Поэтому у нас вот так вот из истории, из традиций, из менталитета, из той объективно сложившейся обстановки появился Институт президента. Люди подошли сами к этому. В масштабах страны. Вот обойма руководителей регионов, что Башкортостана, что Татарстана, что республики Саха, это очень харизматичные, сильные лидеры. Скажем так, крупная тройка. Вы перед эфиром сказали, что в пределах, по крайней мере, в пределах Дальнего Востока равного руководителя нашего региона не было. Так оно и было. А сейчас, если посмотреть, я не знаю, вот 99-й год следующий, скажем так, следующая века, да, по которому прошел вот этот институт руководителей регионов, когда, ну, не секрет, что Россия претерпевает сложные, многогранные, многоступенчатые какие-то трансформации политической системы, которые, ну, в конце концов, привели к тому, что мы на сегодняшний день имеем. И вот значение, вот давайте основнемся на 99-м году, когда через год после этого Вячеслав Анатольевич пришел уже, скажем, сформированный, скажем... Нет, Вячеслав Анатольевич пришел в 2002 году. Да, я говорю, через год, через два после этого, после 99-го года, Вячеслав Анатольевич пришел уже к сформированному статусу руководителей региона. Ну, вы, наверное, привязку делаете к тому, что делаете, значит, привязку к 184-му федеральному закону, да, который был принят, и об общих принципах организации законодательных, исполнительных органов государственной власти. При этом я хотел бы отметить, что за два срока президентства Михаила Ефимовича были очень важные достижения, кроме тех документов, которые были подписаны. Мы можем вспомнить и образование компании «Алроса», бюджет образующей, с точки зрения, значит, того, что республика стала крупнейшим акционером, да, или строительство медицинского центра, САХА-театр, или хотя бы высшая школа музыки, или мы говорим о том, что ИСЭХ стал государственным праздником, да. Мы, значит, в Конституции прописали два государственных языка, которые действительно составляют основу того, что мы сегодня друг друга понимаем. И каждый якутянин считает, что праздник ИСЭХ – это действительно святое действие, которое призывает нас в миру. Мы в следующем году будем отмечать 25-летие нашей Конституции и 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Поэтому я считаю, что институт высшего должностного лица, и то, что мы вторым президентом избрали Вячеслав Анатольевич Штырова, человека, который родился в Якутии, но он один из таких промышленников, наверное, крупных, да, который он, придя к президентству с кресла президента компании «Алроса», он действительно многое в этих вопросах, так сказать, вносил. И то, что пришел Игорь Анатольевич Борисов, это все члены команды Николаева, так? Вот я могу вспомнить, как руководитель администрации президента, что вместе с Михаилом Ефимовичем вице-президентом был избран Штыров Вячеслав Анатольевич, а зампредами правительства были Владимир Иванович Бредихин, Александр Сафронович Матвеев, Игорь Анатольевич Борисов, Климент Кириллович Корякин. И, значит, Егоров, Егор Григорьевич. Видите, какой сильный состав, и формирование правительства, вот тот момент, когда мы переходили из системы Совета Министров в систему правительства, это абсолютно новая система, так? И при принятии тех или иных нормативно-правовых актов, с одной стороны, нормативные акты президента в виде указов и распоряжений, с другой, уже постановления и распоряжения правительства. То есть мы входили в абсолютно новую систему, тогда формировалась администрация президента, тогда была заложена основа формирования секретариатов при заместителях председателя правительства, которые достаточно хорошо. Ну и самое главное, мы отводили вопрос экспертной оценки тех или иных документов. Например, мы создали экспертный совет при правительстве, который предварительно рассматривал все проекты, которые вносились на заседания правительства. Это очень важная составляющая. И вообще вот за эти годы, конечно, Алексей Ильич, как парламентарий, должен подтвердить, что тогда был учет региональных особенностей, да? То есть принимались законы, которые нужны были республике. Это очень важно подчеркнуть. Ну, то, что вы упомянули и создание компании «Лроса», это, наверное, ответ на вопрос, который в первом блоке прозвучал, чем отличался секретарь обкома от высшего должностного лица, от президента республики, да? И то, что вы упомянули, институт вице-президентства, через который прошел Вячеслав Анатольевич. Вообще, вице-президент, как своеобразный индикатор становления института главного должностного лица, да? Он что положительно привнес и каково его значение? Ну, во-первых, в моем субъективном понимании президент Михаил Ефимович и Вячеслав Анатольевич вице-президент. Во-первых, это синтез двух народов. Во-вторых, это синтез того, что если Михаил Ефимович аграрник, то Вячеслав Анатольевич промышленник. Представляете? В-третьих, Михаил Ефимович был в определенном возрасте, а Вячеслав Анатольевич был всего 39 лет. С точки зрения синтеза возрастного это тоже было ярко. Нет, ну, институт вице-президентства у нас, в принципе, если положа руку на сердце сказать, то это, конечно же, возник только из-за того, что мы многонациональная республика. Потому что... То есть это не калька с российской моделью, да? Да, не калька. Почему? Это и в российской практике было, когда Рудской у нас был вице-президентом. Но ведь получалось таким образом, что Михаил Ефимович ассоциировался с якутским народом. Он был лидером якутского народа и остается лидером якутского народа. Но тогда у нас половина населения, это было больше половины населения, большая часть избирателей, это составляла русскоязычная часть. И, конечно же, эта часть, она волновалась, и нужно было, чтобы у нас был мир сохранен, межнациональное согласие, единство и так далее. Поэтому с этой точки зрения власть очень аккуратно подошла к этому вопросу и был преподнесен или, так сказать, предложен институт вице-президента. Вот именно поэтому тогда Вячеслав Анатольевич Штуров, как представитель русскоязычной части нашей республики, был избран вице-президентом. Потом, впоследствии, Александр Константинович Акимов, он был избран как представитель якутской части избирателей, как вице-президент республики. Но потом, со временем, конечно же, это у нас время идет, 184-й федеральный закон, который об основных принципах организации органов государственной власти, он неоднократно менялся и меняется до сих пор. Вообще, в принципе, конечно, институт вице-президентства у нас, он актуальности на сегодняшний день теряет. Вы помните, Штуров же был вице-президентом и тире-премьер-министром, представителем правительства. А второй вице-президент у нас, Спартак Степанович Борисов, он фактически властных полномочий, к сожалению, не имел. А потом, после избрания Штурова президентом республики, у нас Александр Константинович Акимов, опять у него властные полномочия появились. Он стал руководителем администрации президента республики Саха-Якутия. Евгения Исаевна Михайлова тоже имела соответствующие полномочия. Но потом Дмитрий Евгеньевич Глушков, последний вице-президент. И со временем, когда у нас в конституции республики Саха-Якутия были внесены изменения, касающиеся института президентства, которые вступили в силу в 2014 году, институт вице-президентства отпал сам с собой, как таковой. Но мы сейчас ведем речь не о вице-президенте, конечно, мы сейчас ведем речь о высшем должностном лице, почему он зародился, его история становления, почему это у нас происходило в нашем субъекте, в национальной республике, в виде президента, в других субъектах, губернатора и так далее. Есть же такие национальные республики, типа Бурятия, там не президент был, там глава республики всегда был. Есть другие субъекты тоже национальной республики, там всегда глава был, а не президент был. А у нас именно был президент республики. Сейчас у нас в Российской Федерации только один субъект, это республика Татарстан, которая имеет института президентства. Кстати, почему призыв отказаться от слова президент, название высшего должностного лица региона, прозвучал именно из регион? Как вы думаете? Ну, понимаете, у нас, согласно Конституции Российской Федерации, что бы мы ни говорили, это федеративное государство. И вопрос организации обустройства органов государственной власти субъектов Российской Федерации, это исключительно прерогатива органов самих субъектов Российской Федерации. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, было логично, если даже эта мысль была зарождена не в субъекте, а в федеральном центре, эту инициативу, чтобы поднялись именно субъект Российской Федерации. Ну, в данном случае, конечно, это индикатором, инициатором, вернее, этого движения Ахмад, вернее, Равзан Ахматович Кадыров выступил, президент республики Чечни. Многие согласились с этим, с этой точкой зрения, в том числе и республика Сахар-Якутия, а вот Атарстан не согласился, он сохранился тоже. А о главе республики, о значении и названии Илдархан мы поговорим в третьем блоке программы «Не пропусти главное». Завершающий блок программы «Не пропусти главное», в котором мы сегодня говорим о 25-летии Института высшего должностного лица. И единогласно, во время рекламной паузы, решили предоставить слово молодому поколению политиков. В ваше время появилось сочетание Илдархан. Вот ваше понимание этого уже слова, которое имеет свою историю, конечно, и так далее, но вот еще раз говорю, представители старшего поколения политиков, они решили слово вам передать. Спасибо, Дмитрий, за вопрос. На самом деле, несмотря на наш молодой возраст, в 96-м году я за Михаил Фимовича голосовал, Николаева, и практически ни одни выборы, начиная с 96-го года и выборы Вячеслава Анатольевича, ни одни выборы я не пропустил, начинал работать еще студентом и расклеивал плакаты в то время. И всегда и живо интересовался политикой, потому что чувствовал в этом какую-то ответственность за будущее наше. Ну а что касается звания Илдархан, я считаю, что это очень правильное название. Илдархан — это общество, Адархан — это руководитель. И, соответственно, мне кажется, в этом названии больше уже воззвание к духовному лидерству, да, в том числе, не только к исполнительной власти, но и в том, чтобы человек, который объединял все общество, все слои общества. И это, мне кажется, очень правильно и вовремя было сделано. Ну, я тоже согласен, да, конечно, для меня было интересно послушать, да, вот, и вот все, вот 25 лет уже прошло, да, все-таки озвучили всех наших руководителей, да, вице-президентства, они затронули. Ну, скажу, как Илдархан, да, вот, смотрю, вот, про Илдархана, очень много же тоже у нас немножко некоторые соглашались, кто-то говорили там, что нужен, не нужен, но все-таки по-якутски, да, название Илдархана — это на самом деле правильное решение было, да, что и конституцию поменяли, да. И здесь то, что когда-то говорили, вот, когда еще и Рамзан Ахматович Кадыров говорил, что в России должен быть один президент, да, но, несомненно, я думаю, что этим, думаю, хотели сказать, почему другие республики, да, начали уже от президента, в том числе и Россия, республика начала, поменяла на главу, потому что все-таки по побуждениям по территориальности, да, по территории, там, все-таки какая-то определенная, государственная дисциплина должна была быть, вот, и, ну, пока, вот, я думаю, как посмотрел, почему Татарстан долго не принимали, да, тоже по части этого, они до 2017 года у них есть договор, да, пока по окончании этого договора там подписано там именно президентом Татарстана, да, поэтому там все-таки осталось. Поэтому в 2017 году у нас пока будет два президента России, это президент России и президент Татарстана. Но я думаю, что в 2017 году все-таки в Татарстане тоже будет глава. В том, что в Якутии Илдархан, ну якутский народ такой, обязательно нам нужно быть, обязательно должен быть как духовный лидер и настоящий лидер, который ведет за собой народ. И Илдархан, руководитель все-таки. Очень правильное название. Кстати, да, мы говорим об индикаторах, индикатором того, что название, и не только название, вообще суть, статус вообще главы республики Илдархана, он прижил свои рекордно короткие сроки. Вот Ольга Валерьевна говорила, что думали, когда принимали решение, что года три потребуется и так далее. Нет, буквально в течение года, скажем так, уже это название прижилось. Потому что где-то внутри у нас глубоко было, наверное, уже это название. Где-то внутри, да? Да, поэтому оно и прижилось. Да, давайте Михаил послушаем еще раз. Вот нынешний глава республики, это в вашем понимании, это? Ну, во-первых, я бы хотел вернуться вот к началу нашей дискуссии сегодня, когда вы спросили, в чем разница, да, как было до введения такого института, что стало после. Мне кажется, очень просто то, что если раньше, вот и в царские времена был какой-то определенный наместник центральной власти, и в советские годы это было практически так же, то с введением этого института все-таки население республики стало, и вообще республика стала более самостоятельной в выборе своей политики. И сегодня мы видим, что на самом деле институт высшего должностного лица республики, он достаточно много дает республике в плане определения стратегических приоритетов. То есть сегодня мы когда видим работу нашего главы Егора Фунаща Борисова, когда он может предлагать и у нас внутри республики определенные приоритеты, и на федеральном уровне, то есть это на самом деле большое достижение. Но я бы хотел еще сказать о том, что сегодня я, видимо, в том числе приглашен на эту передачу как представитель малочисленного коренного малочисленного народа Севера. У нас, как уже было сказано, Якутия это многонациональный регион. В том числе здесь проживают коренные малочисленные народы Севера, пять коренных малочисленных народов Севера. И, в принципе, во многом, конечно же, институт высшего должностного лица как гаранта Конституции, потому что определенные права и привилегии, вот Александр Николаевич подтвердит, что закреплены в том числе в Конституции Республики Саха-Якутия и в Конституции Российской Федерации. 69-я, 72-я статья. Поэтому я думаю, что в том числе это как фактор был и сыграл свою роль, и малочисленные народы из Севера тоже в том числе приняли достаточно легко, вот как вы сказали, название Илдархан. И оно как-то прижилось действительно очень быстро, и сегодня ни у кого не вызывает никакой... Ни отторжения, ничего. Ни отторжения, да, ничего. То есть это, я думаю, такой важный момент, необходимо. Но еще одно, что я хотел сказать, это вот когда вот сидел и размышлял в нашем разговоре, все-таки у меня вопрос к старшему поколению. Как вы считаете, если мы стремимся к развитой демократии, да, если, ну, как любая страна, мы же все-таки должны стремиться к лучшему и к развитой демократии. Значит, вот как вы видите будущее этого института и вообще политические системы и нашей республики, и нашей страны? Александр Николаевич, нам, да? Ну, я хочу отметить, что у нас в республике Саха-Якутия три единства власти, триумвират. У нас есть глава республики, у нас есть всенародно избранный парламент, есть конституционный суд. И в этом смысле я хотел бы, что на нынешнем этапе подчеркнуть, что у нас наличествует реальный диалог между обществом и властью. Вот Вячеслав Петрович, он является председателем общественной палаты республики. И у нас в Российской Федерации и Якутии единственный субъект, где наличествует общественный центр. Где все институты абдусменов, да, уполномоченных по правам человека, коренных малочисленных народов, предпринимателей, детей, значит, крупнейшие профсоюзные объединения, союз матерей и так далее, все они в одном здании. То есть сегодня глава республики, Егор Афанасьевич Борисов, делает ставку на то, чтобы работать вместе, сообща. Потому что все время что-то требовать у власти, у государства это не получится. Вот тем более в сегодняшнее и нынешнее время. Поэтому я подчеркиваю то, что сказал Михаил, а он, кстати, сын Марии Петровны Погодаева, которая тоже была депутатом Верховного Совета 12-го созыва. Мы говорим о том, что сегодня очень много инициатив с республики Саха-Якутия. Вот очень много новых тенденций в развитии экономики, тот же технопарк Якутии. Ведь мы сегодня должны понимать, что мир без границ. И развивать бизнес не только горнорудный, мы же все-таки должны думать о будущем. Поэтому сегодня уже идет поиск новых направлений. И свобода масс-медиа. Сегодня же мы читаем не только государственные газеты, но и частные, негосударственные издания. Особенно сегодня интернет-ресурсы тоже влияют. Поэтому для открытости власти сегодня наличит очень хорошая система, например, отчеты правительства. Это же очень хорошая прозрачность, когда не только члены правительства, но и народные депутаты выступают перед своими избирателями, до народа доводят. И эта практика сегодня получила высокую оценку на федеральном уровне. В одно время заявляли, что федеральное правительство должно ездить с отчетами в регионы. Но пока не видим реализации. Если бы они приезжали, с народом общались, совершенно могли бы по-другому политику строить. Я, кстати, еще хотел одну вещь сказать о том, что этот институт высшего должного лица еще позволил республике развивать международные связи. То есть мы, как субъект международных отношений, тоже стали активно сотрудничать с другими странами. И вот я сегодня в том числе представляю Северный форум, который как раз Михаил Ефимович в свое время создавал с губернатором Аляски. И эта организация уже 25 лет существует, тоже вот наряду с этим институтом. И сегодня продолжается сотрудничество именно на региональном уровне между различными странами. И республика становится таким игроком на международной арене, который тоже позволяет ей достигать своих каких-то целей. И в этом плане нужно отметить роль республики. В течение всех 25 лет республика Саха-Якутия Егоров Анатольевич Борисов последние годы был таким лидером среди всех других субъектов Российской Федерации и на международном уровне тоже. Коллеги, мы все время... Я буквально две минуты. Во-первых, я хотел бы... У нас и так две минуты. Да, хотел бы поправить своего коллеги. В Татарстане в 2017 году института президентства не закончится. Да, действительно, раньше они, согласно опираясь на договор с Российской Федерацией, сохранили институт президентства. Но теперь получилось таким образом, что в 2015 году они избрали президента республики Татарстан Рустама Миниханова. И когда избиратели избирают президента республики на определенный срок полномочий, то он работает президентом республики. И на половине срока он не может стать ни главой республики, ни кем. Поэтому как минимум до 2020 года в республике Татарстан, институт президентства, он сохранится. И вот сюда, к этому вопросу они очень грамотно, юридически тонко и очень хорошо подошли к этому вопросу. А что касается нашего Илдархана, вы только что сказали, Илдархан... Ну я являюсь представителем этого комитета, который курюет, профильного комитета, который как раз занимается этим вопросом. Раз вы все это уезжаете, что Илдархан у нас уже людьми воспринимается, но мы должны понимать, что это буквальный перевод получается на якутском... Не буквальный перевод, а якутский текст Конституции республики Саха-Якутия. Потому что на русском тексте все-таки у нас звучит высшее должностное лицо, как глава республики Саха-Якутия. А на якутском тексте Саха-Республика Тин Илдархана. И вот раз вы говорите, что у нас прижился этот институт, в недрах парламента есть мысль о том, чтобы ввести изменения в Конституцию, чтобы глава республики Саха-Якутия и Илдархан республики Саха-Якутия, они были по смыслу равнозначны. Отличное завершение очень серьезного разговора. До встречи.